Всем привет! От Санька уже кукуруза есть и трубочки. Дима, тебе особенный привет! Прибой работает, колораж рулит, так что Саня уже здесь. Давай приезжай! Все, спасибо. Итак, друзья, вы сами видели, сами слышали. Саня уже трудится, я и не знал. Мы с вами на улице Колораж, центральный пляж. Наш катамаран еще стоит, людей, как видите, гораздо-гораздо побольше, чем было даже вчера. Но сегодня у нас задача другая. Меня попросили пройтись по пляжу, по набережной, что я и сделаю. Кстати, видите, Сандорини там что ли немножечко оживает. Санек ходит, нервирует. Ходит Дмитрий, а не нервирует. Нервирует, видите, я уже заговариваться стал. Ну, а я пойду по пляжу. Покажу вам, что тут творится. На пляже солнце и жара. Ну, а по набережной ходит, конечно, народ, но крайне мало. О, посадили их. В том году уже сидели, кричали, вернитесь за бэки, вернитесь за бэки. Благо, я иду на море купаться чуть-чуть пораньше. Хотя, я нарушил эту традицию, в этом году не ходил. Вот. И только когда я уже приплываю обратно, они там иногда мне матьюгальником своим. вернитесь за бэки. Не хочу, я буду там, в море плавать. Я дельфин. Как видите, есть, но мало. Я через 5 часов выхожу, и уже в это время я уже лежу. Еще одна будка караоке. Пока замкнули ее. Потому что очень много певцов. Очень много. Все ломятся. Все сразу хотят пить. Так, ну, в районе кафе я, наверное, буду выключать музыку, камеру, потому как там музыка, и как вы сами понимаете, YouTube будет категорически против того, чтобы я что-то там снимал. Либо мне надо будет там, я не знаю, перекладывать музыку. Но это проблематично. Начинает тупить, закрывает что-то там. Тем более, в общем, не очень удобно, не комфортно. Но в любом случае, вот смотрите, шашлык работает. Но людей пока немного. Хотя, в принципе, основные люди же всегда тут когда? Тут они в основном в вечернее время. Хотя и днем тоже более чем нормально. Вон, видите, столовая. Хотите покушать, вот вам столовая. Все здесь. Так. Ну, пока я вроде музыку не слышу. Она там на углу, на фаворите была. Поэтому не знаю. Возможно, и пронесет нас. Я имею в виду, просто без... Нет, все-таки пошла. Пошла, все, открубаемся. Потом. Вот видите. Еще англоязычная когда музыка, я стараюсь выключать вообще теперь телефончик. Наученный горьким опытом и злым ютубом. Нет, ютуб добрый. Только пинком почему-то не присылают. Хотя это не они, а там а сенсис какой-то, все знают. Птицы поют, видимо, рады приезду. Им теперь побольше доставаться будет. Будут кормить. Вот эти вот спа-салоны, которые варимыми, тоже вон открываются с рыбками. Многие там будут вам объедать. Вот, пожалуйста, съемка, солянка, барабулька, пицца, капучино, американо. Кафешки. Вот эти вот три кафешки, я так говорю, работают. Шторм. Ну, сейчас пока может быть не работает. Я имею ввиду именно вот в это время, но натурально уже это все-таки не работает. Требуется бариста. В общем, все нормально. Шторм блестит. Я, в принципе, могу пройти по морю, но я боюсь, что там скажут, что я опять шел не по набережной, а шел по пляжу. Ну, с другой стороны я могу подойти с пляжа, с набережной показать вам сколько людей на море. Нет, даже никто не запрещает делать-то. Вот. Это все тоже в Азурной. И что я заметил? В яхту появился брат-близнец. вот одна. Где-то тут вторая. Походу, они размножаются очкованием. Путь мне еще предстоит неблизкой. Как видите, людей уже гораздо больше. 10-й раз повторяю я. Имеется вот на пляж, раздевалка, душ. Все хорошо. Новую кафешку вот готовят для вас, красивую. астуле, как у Михаила в квартире. Вот, точно. Прикольно. Интересно. Сотрудники правоохранительных органов гуляют тоже. Тоже контролируют. Ну, правда, вряд ли кого-нибудь эта девушка догонит. Но, тем не менее, это уже хорошо. Это большой плюс, когда вот контролируют. я это приветствую. Вот, с этой стороны. Мужчина в маске уже там их тяндер. Мало огня, я хочу еще немного больше. Вот, будки появляются, экскурсии, парк плюс. Романтика уже открылась. пряткалась окрошка, квас, кефир. Я люблю на кефире. Почему-то не очень любят квас. Котенок. Только маленький, уже в вошейнике. Но, в этой части пляжа, я смотрю, вообще пустота. Я имею ввиду на набережной. Ну, вот, столики в районе винной номер один есть пицца номер один и шашличный номер один. Уже стоят, но меня теперь терзают смутные сомнения. Я просто видел шашличный номер один на улице Калараш. По идее, эта шашличная появилась раньше, в 1999 году. То есть, вроде бы, как бы, она действительно номер один. А там, что, плагент? Так, мне главное не прозевать, когда ролик закончится, а то же я иду глазею. Вот, видите, ну, тут хотя бы, видите, один ряд зонтиков, ну, и периодически поставили качейки. Хотя бы так. На центральном, там вообще идет засилие зонтиков. Или где это было? набрать его неожиданно. Хотя, вон, вбивает, наверное, еще. Да, наверное, сглазил. Сглазил, сглазил, сглазил. Вбивает, ребята. Вот тут, кстати, отличный кофе. Там, на горизонте. пробовал, мне понравилось. Блин, как же хочется уже искупаться. Вот, когда не видишь моря, там дома занимаешься своими делами, как-то совсем все иначе. А вот, когда увидел, пришел, пришел, увидел, наследил. Вообще, прямо же грустно становится, что ж я сижу лошара дома-то. Итак, это уже заключительная часть пляжа Лазурного. вот дальше уже начинается будет Гренада. И тут людей побольше. Такое количество людей я связываю с тем, что вот проход по улице социалистической, которая идет к морю, ведет. Вот именно здесь как бы одна из конечных точек. То есть на Гренаду можно пойти, либо вот на Лазурный. и люди самостоятельно выбирают кому куда. Ну и Ушакова вот тут же, конечно же. Я знаю, вот тут половина моих подписчиков осядет здесь. Мороженое, кофе. Все для вас, друзья, только приезжайте. Кстати, завистники там появились, нервничают такие. Говорит, сезона у вас не будет. Ахаха. Нервничайте. Нет. Я уже уверен, что сезон будет. Он уже начался. Так что мучайтесь. Ха-ха-ха. Итак, друзья мои, мы закончили прогулку по пляжу Лазурный. Вот, кстати, улица социалистическая, про которую я говорил. Видите, аптечка тоже открывается. Вот именно оттуда идет основной поток людей. Ну и, конечно же, с улицы Ушакова. И теперь пойдем по всем остальным пляжам. Я не знаю, как они тут называются. Тут уже Судоверфь. Чего только нету. Ну и, естественно, Гренада. Судоверфь. Там еще какая-нибудь Марина, наверное. А вот, кстати, столовую открыли. Отель Орман. Уже с открытой калиткой. Прикольненько. Коперс? Ой, коперс. Пикенес какой-то. Тут уже шаурма открывается, столовая открывается. Так, посмотрим ситуацию на Гренаде. Четя сама себя снимает. Ну, я ее заодно поснимаю. Ну, да, я соглашусь с тем, что людей мало, но люди есть. Работает туалет. Пункт проката вот открытый. Хотя внутри он еще, наверное, все-таки готовится. А туалет уже нормально. Перерыв. Надеюсь, хотя бы туалет беспозвездный. А то было бы будет обидно. А вот тут шхуна. Помните, я говорил? Сейчас покажу. Тела лежат. Ладно, не будем. Работает массажный кабинет. Тоже не буду близко подходить, но покажу вам так. Вот это маленькая кафешка причал. Тоже благоустраивается, столики. Но тут явно нету полутора метров, даже полутора, я уже не говорю про два. Нету, нету, нету. А мы пойдем к вам и посмотрим на кораблик. Именно с этого окажется корабля, а может быть не с этого, может они похожи, производятся. Ориентировочно 12 часов, как из Петропавловской крепости, холостой выстрел. так вам, красавец. я мачты показываю. Сам смотрю, а вам мачты показываю. Сейчас подойдем поближе. Так, ну видите, Версаль. Наши французские друзья еще пока не открылись. Да и все остальные там заколоченные. Море обалденное. Погулка отличная. Дети плачут все равно боятся. Джон Сильвер, если я правильно читаю по-английски. читаю я, конечно, по-русски. Там на русский написано. Вот, кстати, я не вижу. Нет, не этот из пушки стреляет. Это что-то похожее, но не то. Там скорее кафе. вот он, красавчик. Да, вроде бы Джон Сильвер пиратский. Так что, как вы понимаете, не сегодня а завтра начнутся катания на этих корабликах. Ну, как бы, начнутся и начнутся. Поедем, посмотрим, как-нибудь прокатимся. музыка, ой, блин. опять пришли затыкать пальцами микрофон, так как боюсь, что музыка испортит не ролик. А это там, судя по всему, пираты в бордовых шортах загружают пиастры. Пацаны, на великах приехали, походу, кинули велики и поплыли в дальние края. Ну, что, друзья мои, мое путешествие практически уже заканчивается. В ходе него я даже нашел одно НЛО. Когда-то здесь спускали большие суда, а вот теперь вот пришло товаре пиратское судно. Заведения все сдаются в аренду. вот это вот какое-то в принципе достаточно свежее заведение. Его недавно построили. Я даже знаю, кто его строил. Сам видел. Вот видите, все пообрезано, холодильники разбиты. Пока грязь. Ну, надеюсь, что все будет хорошо со временем. Судя по тому, что его открыли, будут сейчас заниматься реставрацией и восстановлением. Сочинский парк. Карта Большого Сочи. Ну да ладно, я думаю, вам уже не столь интересно смотреть на вот это вот все, шаума. Пока еще трассы закрыты. Сколько на море. Кто-то там уже да я здесь, да отстаньте от меня. Дайте поклала даже. Человек на лавочке качается вообще. Шею качается судя по всему. Ладно. Ну, как видите, людей не так много, к сожалению. даже я бы сказал бы мало. Я бы сказал катастрофически мало, потому что я надеялся, что... О, может быть вот этот какой-нибудь отель, о котором говорили, где-то там. Может быть, я не знаю. Я забыл, как он называется даже. Ну что, миссия выполнена. Я прошел от пляжа по улице Калараж Лазурного до пляжа, который находится параллельно железнодорожному вокзалу. Дальше уже там пойдут пляжи санаториев Бирюзы, Тихий дом, Морская звезда. Ну и закончится это все дельфином и фламинго. Что касается реставрации набережной, то я слышал, что реставрация захватит от Стеллы по улице Калараж, где мы начинали с вами движение и познакомились с Энком. Лично я познакомился. И где-то там вот в лавине дельфина. К сожалению, фламинго не упоминался. Ну что, вот эта тень знаете, чем связана? Это Марина дает такую тень. Не переживайте, это будет только с утра. Только с утра они так вот, вот эта Марина такая вот суровая. А после обеда уже будет совсем по-другому. Солнце будет с противоположной стороны и все будет хорошо. Ладно, время подходит к концу. Всем говорю до свидания. Большое вам человеческое спасибо, что погуляли со мной. Вызвали у меня желание прийти покупаться. Ну и думаю, пока я шел, я тоже немножечко похудел, так как прошел я немало, я вам скажу. Круг почета у меня сегодня достаточно большой. Из тенечка так классно видно так все, когда ты стоишь в тенечке. Тебе так хорошо, не жарко. А видишь, вон кораблик такой классный. Пляж. А вон, помните эту лодку? Я вам ее показывал, когда навалялась на берегу. Ладно, друзья мои, что, наверное, будем действительно потихонечку говорить друг другу до свидания. Ну, это ненадолго, вы же знаете, что я... Хотя времени у меня катастрофически уже мало, не хватает его. Поэтому прежде всего предлагаю вам добровольно подписаться, поставить лайк и поделиться. Ну и смотрите видео, буду стараться держать темп, хотя это уже мне очень тяжело дается. сланцы снашиваются просто уже. Кстати, у меня три пары и вот они все уже на износе. Скоро куплю себе железные. Как, знаете, как в сказке. Пока семь железных каблуков там этих туфлей не сносишь, вот тогда и получишь сто тысяч, как сношу. Тогда и будет сто тысяч подписчиков. Так что вот так, друзья мои. Прогулялись по пляжу. ребята занимаются даже вот тут я бы не смог. Парень с камнем, турник занимается. А мне это лень. Зато, если что, я хожу быстро. Очень быстро. Все. Теперь же, наверное, точно все. На этой вот ноте, на этом кораблике я заканчиваю этот ролик. Благодарю всех за внимание. Ну и всем до новых встреч. Пока. Субтитры 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 Продолжение следует...